Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфла. Сегодня вновь речь пойдет о недвижимости. Задался я целью найти самую дешевую квартиру в нашей стране, и я нашел. Поэтому досматривайте видео до конца, будет интересно. Поехали! Естественно, друзья, в этом видео не будет никаких московских и питерских квартир, даже не надейтесь. В этих регионах цена за квадратный метр давно шагнула за 100 тысяч рублей. Также не будет крупных городов, потому что в крупных городах цена за квадратный метр жилья варьируется от 40 до где-то 80 тысяч рублей. Да и в мелких городах, друзья, квартир тоже не будет, потому что в мелких городах цена за квадратный метр редко опускается ниже 20 тысяч рублей. И в целом все квартиры в этой подборке можно разделить на две части. Первая часть – это квартиры в поселках и в селах. Ну и вторая часть – это квартиры в максимально неблагополучном регионе. В каком? Сейчас узнаете. Итак, первая категория – квартиры за 50 тысяч рублей. В настоящий момент в нашей стране продается 6 квартир за полтинник. Причем самое интересное, что 4 из 6 находятся в республике Коми, недалеко от Воркуты. И вот, собственно, вы узнали тот самый неблагополучный регион. В Коми очень дешевые квартиры. Их буквально сливают и уезжают оттуда. Судя по комментариям, там все достаточно долго строилось на том, что люди работали на шахтах, работали вахтой. Сейчас шахты закрылись, работы нет совсем, никаких северных надбавок уже тоже нет, а продукты стоят невероятно дорого. Вот люди, собственно, из Коми и бегут. Еще одна квартира за 50 тысяч рублей расположена в Новосибирской области. Вот это как раз вторая категория – это квартира в поселке. И еще одна квартира 30 квадратных метров – это Забакайский край, тоже 50 тысяч рублей. Туалет на улице, вода на улице, собственно, все на улице. Зато 50 тысяч рублей. Опять же, это поселок. Следующая категория – квартиры еще дешевле, квартиры за 40 тысяч рублей. Их сейчас в стране продается целых 4 штуки. Угадайте, где продается две из них. Понятное дело, в республике Коми. Почему? Мы уже говорили об этом выше. Можете перемотать, если забыли еще раз посмотреть. Еще одна квартира в Магаданской области, но здесь какая-то мутная история. Она продается с торгов, и, вероятнее всего, окончательная стоимость будет далеко не 40 тысяч рублей. И еще одна квартира за 40 тысяч рублей, совсем недалеко от того места, где я живу. Это Воронежская область. И, казалось бы, вот ничего не мешает. В Воронежской области благоприятный регион, и климат хороший, и работать есть где. Но, друзья, с квартирой тоже какая-то мутная история. Дом снят с баланса, прописаться там нельзя. Нужна кому-нибудь такая квартира? Наверное. Вы не поверите, друзья, но есть одна квартира в нашей стране по цене 35 тысяч рублей. Как думаете, где она находится? Правильно, она в Коми, в районе Воркуты. Как написано в объявлении, окна выходят прямо в тундру. Мне кажется, это потрясающий вид из окна. За 35 тысяч рублей надо брать. Ну и самая дешевая квартира в нашей стране. 10 тысяч рублей. Угадайте, где находится. Нет, не угадали. Ни в Коми. Она находится во Владимирской области, в 120 километрах от МКАД. Совсем близко. Как пишет хозяин квартиры, продается за ненадобностью, просто чтобы скинуть за символическую цену. Квартира сгорела. Квартира в никаком состоянии. К сожалению, невозможно оценить, потому что фотографий нет. Но, наверное, за 10 тысяч рублей можно было бы и взять. Друзья, вот такой рейтинг самых дешевых квартир у меня получился. Выходит, что за 10, 30, 40, 50 тысяч рублей квартиру купить можно. Но, скорее всего, это будет либо глухая деревня, либо это будет Магадан. Это был канал Николих Маклай. Подписывайтесь, ставьте лайки. Давайте обсуждать в комментариях. Пока-пока.